Девчонки Недавно наш университет посетили временно исполняющие обязанности главы Республики Пасечник Леонид Иванович и министр образования и науки Республики Косов Иван Сергеевич по поводу недавно стартовавшего конкурса «Лидеры возрождения Луганская Народная Республика». 24 октября по этому поводу прошла встреча и обсуждение руководства университета с молодежью. Ректор Дарьевского университета Рябич Виктор Дронович, а также проректор по стратегическим коммуникациям и молодежной политике Долженко Олига Александровна пообщались с студентами нашего университета, а также активистами общественного движения «Мир Луганщины» из Красного Луча, Краснодона, Кировска и Свердловска. Вопрос кадрового резерва, он всегда был, есть и будет, потому что кадры решают все и поэтому принято решение. Вот глава Республики Леонид Иванович постоянно встречается с молодежью, буквально был в нашем университете, встречался с вами и ставил задачи и призывал, что друзья, надо всем-всем участвовать в этом конкурсе. В ходе встречи присутствующие обсуждали задачи и возможности конкурса, делились своим мнением, своим опытом, своими идеями и взглядами. Также участники смогли поделиться своими идеями и проектами, некоторые из которых выиграли в других конкурсах. Я являюсь победителем конкурса «Росмолодежь Гранты» с проектом «Короли улиц». «Короли улиц» — это площадка активного отдыха для молодежи, включает в себя игру «Квидич», это игра из «Гарри Поттера», всем известная. Там будут участвовать две команды, каждая команда включает в себя 6-7 человек и будет стилизовано все как «Гарри Поттере». На бетках будут летать? Да. У студентов нашего университета на самом деле очень много проектов и предложений, но мы, как любители книг и фильмов о «Гарри Поттере», не смогли не разузнать именно об этой идее. Прием заявок на конкурс продолжается до 7 ноября, и если вы хотите нести свой вклад в восстановление республики, регистрируйтесь. Этот год является годом 150-летия со дня смерти Владимира Ивановича Даля. К этому событию в Далевском университете проходят международные далевские чтения «Народность творческого наследия Владимира Ивановича Даля». На этом мероприятии обсуждались, конечно же, жизнь и творчество Владимира Даля. В далевских чтениях, которые, кстати, проходят каждый год, приняли участие ученые и студенты Далевского университета, работники сферы образования ЛНР, а также представители Российской Федерации. В ходе далевских чтений с докладами выступили доктора и кандидаты наук, что является показателем многогранности личности Владимира Даля. Конечно, человек, составивший словарь, в котором находятся практически все разновидности русских диалектов, достоин быть названным всероссийским земляком. Его творчество напрямую связано с ментальностью русского народа и вообще славянского мира. Даля – это человек, которым гордится вся Луканчина, особенно студенты-далевцы, и это гордость для всех нас. Наследие Владимира Даля настолько велико, что над ним будет еще работать не одно поколение ученых и преподавателей. В этот же день в юридическом институте прошла встреча директора института Лазаря Лидии Ивановны с представителями всероссийской политической партии «Единая Россия». Мы побывали на этом мероприятии и сейчас расскажем, что там происходило. На часах 6 часов вечера, и мы находимся в юридическом институте. И нет, мы не пришли на учебу. Мы пришли на вручение книг первым лицам России от автора Лидии Ивановны Лазар. Авторские книги Лидии Ивановны Лазар были переданы депутату Государственной Думы Российской Федерации фракции «Единая Россия» Вадаладскому Виктору Петровичу. Далее эти книги будут переданы Виктору Петровичу в руководство России, в том числе и президенту, а также библиотекам России. Ну а стать участником одной из книг Лидии Ивановны – это почетно, это обязывает тому, что тебе все это, все то, что прочитала Лидия Ивановна – это аванс, аванс для того, чтобы ты больше уделял внимание проблемам республики, чтобы ты больше отвечал той планке, которую Лидия Ивановна сегодня задала для меня. Также на мероприятии присутствовал и ректор нашего университета Рябич Виктор Дронович. Лидия Ивановна – это человек большой буквы. Это человек, который за свою трудовую деятельность защитил более 60 кандидатов юридических дел. Студенты, а также и сама директор института зачитали некоторые произведения из переданных книг. Взрывы на остановках, зданиях, захват заложников и многие другие явления в наше время происходят все чаще. Все это преступления, именуемые терроризмом. В нашем университете ежегодно проходят конференции и круглые столы, посвященные противодействию терроризму. Так, 26 октября прошел международный круглый стол «Международный терроризм в условиях современных геополитических трансформаций». В круглом столе приняли участие профессорско-преподавательский состав Далерского университета. Студенты и приглашенные гости не только с территории ЛНР, но и с других регионов России, в том числе Херсонской и Запорожьевских областей. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра образования и науки Луганской Народной Республики Мирошниченко Евгений Викторович. Важная тема для обсуждения. Мы всегда сталкиваемся с международным терроризмом зачастую. Мы понимаем, что это инструмент, который используется различными службами, в том числе наших оппонентов, для реализации и достижения собственных целей. И главное, что здесь хотелось отметить, что зачастую этим инструментом являются дети. Одной из целей круглого стола каждый год является привлечение внимания общественности к проблемам противодействия терроризму. И данная цель была достигнута в этом году. Хочу выразить вам слово благодарности и этому прекрасному вузу, ведущему вузу нашей республики, нам из ведущих вузов. Я уверен, что в дальнейшем это будет не только один из ведущих вузов республики, но и в целом южнофедерального округа. И вот Александр Валерьевич в своем выступлении, когда говорил о целях этого круглого стола, он в частности сказал, что цель состоит в привлечении внимания профессиональной общественности заинтересованных государственных структур. Вы привлекли внимание, мы здесь присутствуем. Но я очень надеюсь, что все-таки мы с вами будем говорить в конечном итоге, в конечном итоге о практике ориентирных вещах, которые мы сможем, если не завтра, хотя бы спосозавтра уже начинать воплощать. На круглом столе выступали с интересными докладами о методах, способах распространения терроризма среди молодежи, проблемах борьбы с этими методами, а также различные аспекты самого понятия терроризм. Я надеюсь, что проблема многослойная, и для того, чтобы эффективно и противодействовать, а также выработать инструменты предотвращения, то есть профилактирования терроризма, безусловно, необходимо компетентное внимание и взгляд научно-экспертного сообщества, чем мы сегодня будем заниматься. К сожалению, получается так, что мы действуем от обстановки, и во многом вопросы, которые сегодня ставятся, крайне актуальные вопросы, на которые мы хотим найти ответы, предложить варианты, аргументы, они, к сожалению, не названы, то есть не отбиты, не отработаны ученым. В завершении мероприятия стало принятие резолюции, в котором участники призывают всех к борьбе за безопасное будущее нашей страны. Время первых. Калашников. Огонь. Знаете эти фильмы? На этой неделе студенты-далевцы приняли участие в просветительской акции «Дни правильного кино», где и показывались эти фильмы. А теперь немного подробностей. В Далевском университете целых три дня проходила акция «Дни правильного кино». И мы наконец-то пришли хотя бы на один день посмотреть кино. Идею просмотра фильма в теплой обстановке с чаем и пледами реализовали студенческая ассамблея нашего университета совместно с Департаментом социально-гуманитарной и воспитательной работы. Три дня. С 5 октября в 5 вечера студенты всех курсов, всех институтов и факультетов университета собрались вместе в актовом зале, чтобы посмотреть фильмы. Данная инициатива у нас возникла спонтанно. Студентам эта инициатива понравилась. И вот уже второй день, как идет наш показ. Мы не будем останавливаться на этом. И, скорее всего, будем эту акцию проводить в дальнейшем. Мы тоже приняли участие в этой акции и ждем, когда наступит следующая неделя просмотра правильного кино. Вот такие события были на этой неделе. Стройте светлое будущее нашей страны, смотрите правильные фильмы, учитесь и узнавайте все новости нашего университета в наших девчачьих новостях. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично, можно будет сфотографировать, да? Красно. Вы же сценарий. Так, все, да? Вы идите, 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 куда-нибудь. Да, пока нет. Пока еще не снимаем. Шесть часов вечера, и мы находимся на юридическом муниципе. Вы юридическом муниципе? Сейчас, еще раз. В юридическом муниципе, правильно? Да. Как это называется? Мы монтируем девчачьи новости сразу на месте происшествия. Ждем, пока пройдет, увидим. Да. Да. Пошел. Пошел, шел, шел, шел. Пошел, шел, шел, шел. Слышно все и видно все. И вас, и шаги, и шепот. Когда-нибудь начну. Все. Все. Ты накушала? Этот год является годом. Давай. Спокойствие. Только не успокойствие. Ну что, давай. Что обсуждает молодежь Далевского университета? Грязь на нижнее белье. На парах, наверное, показывали. Делились своим мнением, своим опытом, своими... Да будь ты, Брин, здорова. Сам монтировать будешь. Тут проходители-бюди рассказывали, цель-тишные бельгивы. Теперь завещу в шкаф. Я, если честно, даже не знаю целевую нагрузку, смысловую нагрузку этого мероприятия. Сейчас. Хорэ-хомячить. Я голодная. Я голодная. Не забыла. С приветственным словом к участникам обратился замминистра обор и науки. С приветственным словом к участникам... Проблемы борьбы с этим? Сейчас просто я с голосу, а не искры. Как можно просчитать взрывы на остановках, не травма? Это как... Как что там у нас было? Люди потеряли дом, кто-то вообще потерял рост. Снега скажу, как ты веселее. Да? Следствие ввели салюты в Адюксинга. Да. Мы на остановках, зданиях, захват заложников и многие другие явления в наше время происходят все чаще. Все это преступления, именуемые терроризмом. Что за гениальный день у нас всегда возникает, а? Он сейчас, если сейчас скажет. Потом я говорю о том, что строить... Да, все. Вот такими событиями был зап... Вот такими событиями была заполнена эта неделя. Заполнена? Заполнена, аж нет? Нет, по-другому скажи. Вот такие события проходили на этой неделе. Строите светлое будущее нашей страны. Смотрите правильные фильмы. Учитесь. Что я должна была сказать? Новостях. Еще раз. Давай. И узнавайте все новости нашего университета в наших девчачьих новостях. Ура! Все. Ура, по-богу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok